здравствуйте вот сегодня настало утро вчера я приготовил кое-как покушать с трудом развел костерчик небольшое удалось воду просто нагреть не вскипятить это лег спать все мокрое мы давайте сейчас посмотрим друзья вид из палатки вот такой вот он сегодня вид из палатки красиво но хотелось бы чтобы солнце было дождь шел ночью все мокрое все мокрое обувь тоже не просохла и я стою на обрыве вот так вот я и стою прохладно ветер дует если сейчас в мокрую одежду одеваться я купе не знаю как хорошее утро или нехорошее вещи мокрые туман елки-палки сейчас буду готовить кушать вчера сумел таки развести небольшой костерчик так чтобы воду согреть и лапшу себе сделать но там я потом уже под конец нашел то есть я ничего не стал вчера снимать потому что стемнело буквально то что я вчера снял стемнело за пять минут я палатку успел расставить уже стемнело горах темнее и там нашел короче дрова вот я вчера уже когда спать ложился кто-то видать тоже под камнем разводил и оставил сухие дрова сейчас я попробую развести из них и сделать себе тушенку и сегодня меня ждет штурмование перевала курная здесь вот гора снежная тоже 2241 метра на высотой не такая уж пока большая она вот такой вот вид созерцаю настроение все равно приподнятая нормальная единственная думаю как бороться с влажность в общем-то и все друзья как бы начинаю делать свои дела вот с горем пополам с мокрыми спичками развел таки огонек дело это непростое тут дубовые веточки просто я настругиваю вот таким вот образом и вот так вот кормлю огонь не уже тушенка уже готова кушать то надо чудо охота все равно горячего вот так вот газа нету газ не хочу с собой вести габарит вот теперь мучаюсь нужно не газ хотя бы нужно бензин и вот и видок такой пусть будет все приятного аппетита в общем все собрался велик нарядил долго я собирался встал я получается 8 часов утра коровы 8 часов утра и время сейчас уже 11 часов ну пока костер пока я сушился пока приводил себя в порядок гору снежную и он туманом за волоком подымаясь вверх штурмую перевал сказать что я поел но не знаю ощущение что я вот прям наелся нету ну ладно штурмовать блин не видно ни черта кто-то решил повейпить плохо а весь очень красивые пейзажи должны быть долина и горы а из-за тумана теперь ничего не вижу чем хорош байкпэкинг оптимизированный легкоходный велотуризм то что я вот подымаюсь здесь пешком да здесь есть очень крутые прям я не знаю какой градиент но на велике короче сложно них ехать очень энергозатратно проще пешком так что удобно то легкоходный велотуризм то что сумки сзади не мешается и при этом ничего на спине нести не нужно блин он там офигенные просто скалы такое ощущение что я по моему на перевал зашел все это по-моему пик вот что не цепляется то есть я могу вот так вот тащить и мне не упирается ничего жопу все по-моему это спуск я забрался велопосланник на перевале курнояр это что-то там две ну вот какой вид офигенный только все в тумане вот такая высота парня сейчас встретил он сказал два часа на лошади поднимался ну кабардинец молодой с армии недавно пришел пообщались не минут 15 ну я сейчас буду ехать вниз долго-долго и и Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Выложил пост на группе ВКонтакте, как и обещал И сейчас, спустившись с перевала, я вновь решил отправиться Ну не решил, а надо ехать в новый перевал Вон туда, видите какие скалы Да, немножко распогодилось, хорошо, горы огромные Ладно, сейчас поеду по-тихому С продуктами ездишь? Да Угу Ну не, хорошая власть сейчас А ты там же куда-то там же Это корочка Куда еду? Нет Откуда? Да Ой, я в Сибири Это Россия Это Сибирь Там холодно Центр России Обычно Обычно мы проходим леса Конечно У вас вон какая красота Вот еду, смотрю Все, скоро коня себе купят Все, начал движение в перевал На фоне вот таких вот О, они даже круче, чем альтийские Годно не круче, круче ничего не бывает Как альтийские горы, точняк Парень Азим Показал мне дорогу К этому маршруту Все, еду Красота Какой красот Опять Одной рукой Впереводчик такой Отлично Посмотрим по старому фану Еще далека увидим этот дом Мне кажется это древняя, старая, не знаю, постройка Может быть это старый город А это походу Это типа склепа я думаю Типа склепа Такая постройка Может быть Ладно, возвращаюсь к велосипеду Очень крутой подъем То есть я на самой крайней передаче иду И это самое Прям туго-туго идется Вот иду пешком На самом деле Действительно имеет смысл иной раз Пешочком пройтись Потому что силы экономят жутко Здесь на педалях я подымусь здесь Но я буду потом как лыжатый лимон А мне еще ехать надо Короче ехал я не по той тропе Нужно было мне уйти налево, как сказал парнишка А я пошел направо, как дурачок В общем не по той дороге ехал А здесь же не равнина Мне нужно вообще через подхребет Ну вот мужчину спросил Он сказал мне подняться вон туда Вот Где лошади пасутся И там тропинка лошадиная И я смогу типа это На дорогу на нужную мне свернуть Ну он пригласил меня Попить чаю Ну вот пока пью чай Хоть на зарядку поставлю Видеокамеру Вот место Офигенное Древняя постройка Сейчас будем пить чай Сейчас будем пить чай Здесь туристы наверху Я попросил клея Чтобы пенку подклеить Вот он пошел искать Все Пошел я Козьей тропой На которую мне Указал Мой Кабардинский друг И все Надеюсь я пойду Ну он сказал мне Будет курировать снизу Если чё Если он говорит Не туда Говорит Пойдешь я тебе Махну Вот какая Вот так вот целый день я еду Ну чтоб высоту Горю не терять Пешком здесь Пойду не буду на велике Конь Это Поузовнее Трапу прокладывалось Ой Песец Ой Песец Ой Ой Капец Ничего не подписался Там были в Коше Альпинисты Они вот На эту гору Собрались Подниматься У кого свой Альпинист Ну они наверное Скалолазы А я Вон блин Виржагами Животные Даже в шоке Человек Сверху Дебил Да Еще чуть-чуть Я через эту сиру Минь У У Великолепно! 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 Чтобы вы понимали, где мне пришлось идти с велосипедом. Вон хижина вот эта. И прямо вот здесь, вот здесь, вот. Коровьими тропами. Батя проходил, велопосланник. Со своей миссией. И вон они, скалы. Снежные вышки. Красота! В общем, объясняю. То есть, я уже сказал, да, что не по той дороге я поехал. Поехал по другой дороге. В общем, мне добрый кабардино-болгарис, он подсказал, что вот здесь можно пройти. Но я как бы напрямиком лошадиными тропами прошел, поднялся на седловину. И вот, я так понимаю, там дорога, в которой мне и нужно. А так бы мне пришлось обратно километров пять терять, сбрасывать высоту. Потом опять ту же самую высоту уже по другой стороне набирать. Вот такие, друзья, дела. Все затягивает облаками. Сейчас вам покажу. Да. Затягивает облаками. Мне вон там тоже жалко, жалко. Пейзажи теряются. Надеюсь, масштаб передает. Ладно. А вон там, где машинка стоит, там дорога. Слава Богу. Остановился. Я уже начинаю подниматься. В перевал крутые уклоны. Время шесть часов вечера. Еще час иду. И все. Становлюсь на стоянку. Восемь часов здесь уже вечереет. Не хочу, чтобы как вчера. Да. Все. Быстро, быстро. Потихонечку сейчас. Вот сколько пройду, сколько пройду. Завтра, наверное, опять буду штурмовать перевал. Два часа. Толкая велосипед в гору. Ну что, уклон вообще какой-то адский. Он как бы каменистый плохой. А вон, кстати, водопады. У нас на такие водопады в Красноярске, блин, за 400 километров еду, чтобы вот на такой водопадик посмотреть. А тут их видимо-невидимо. Очень много красивых. Я пока не унываю. Кушать уже охота. Но пока не унываю. Все. У меня улыбка. Мне сказали не ныть. Не ныть. Я счастлив. Я счастлив. Вот хочу показать какая бурная река. У нас, блин, на водопады, говорю, ездят. Вот я мост пересекаю эту речку. Сейчас вон туда поеду. Вот. Ну а тут, блин, не грохнусь. И вот мои сапоги. Здесь где-то на карте. Альплагерь. Ну вот я не знаю где. Он, наверное, здесь. Единственное пристанище, где можно встать. Я, в общем-то, устал. И уже время. Уже почти скоро 8. Вот на фоне вот здесь рядом с такой горой встать. Более-менее равнинку найду. Рядом с водопадом. Опять шум реки. Ой. Ну, холодно здесь. Вот такой великолепный водопад. Камера, конечно, ничего этого не передает. Тут масштабы, ребята, просто огромные. Вот тут одна вот эта гора чего стоит. Вот. Ага. Не знаю, или может не спуститься, там встать. Шумно сильно. Ладно. Идем. В общем, поставил я палатку. Вот здесь прямо на съезде, на повороте, на крутом. Потому что там болото, там уклон сильный. Здесь более-менее комфортно. Туман. Гора обнажила свое. Все, сейчас пробую костер развести. Годишь лапшу. Я тяжелую еду вечером не ем. Лапшу, шоколадку. И мне достаточно. А на утро, перед подъемом, вот в ту гору. Буду это. Что-нибудь плотное есть, чтобы энергия была. Все. В общем, тяжелое дело это здесь разводить огонь. Без половинки спиртовой не могу. Ну, спиртовой таблетки не могу. Если даже развожу, вот такими щепочками приходится допить. Потому что все сырое, воздух насыщен влагой. Вообще, по идее, нужно этот самый бензин пить. И что-то мне вот как слышится, я не знаю, но может это рекатор. Как будто воют шакалы или что. В общем, друзья, на этом, наверное, день. Я сейчас лапшу заварю. На этом день заканчивается. А я с вами прощаюсь. До завтрашнего утра. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok